Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поиграем в стиле Dark Country. Очень часто люди в комментариях спрашивают, как играть и сочинять что-то вроде... И сегодня мы наконец-то покажем, как это можно делать. Сегодняшний урок это не просто разбор какой-то пьесы, которую я написал для вас в этом стиле, а именно погружение в те самые аппликатуры, при помощи которых вы сможете и сами сочинять подобного рода рифы. Поверьте, это несложно. И после того, как вы досмотрите этот урок, вы будете способны сыграть что-то вроде этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, друзья, я думаю, у вас не осталось сомнений, чего мы сегодня будем разбирать. Как видите, подобные рифы звучат круто, очень узнаваемо. И согласитесь, здорово будет, когда вы сможете писать сами подобного рода рифы и сочинять на них свои песни. Что ж, друзья, хватайте свои гитары и давайте перейдем к разбору. Итак, друзья, для начала хочется сказать, что всю эту историю мы будем играть в таком строе, который называется ДРОП ДИ. Не выключайте сразу, пожалуйста, ваши голубые мониторы, потому что настраивать гитару в этот строй очень-очень легко. Хоть по тёжеру, хоть руками. Смотрите. Собственно, сам ДРОП ДИ нам даёт звучание аккорда Ре, в большей степени минорного, таким вот жирнючим, потому что по-другому мы это никак не сыграем. Смотрите. Вот я настраиваю это в обычный строй. Далее, что я делаю? Я беру сначала четвёртую струну, а потом шестую. И опускаю до того момента, когда у меня не будет звучать октаву вот эту. Не точно. Вот теперь нормально. Соответственно, ваш аккорд Ре-5, который звучал вот так, теперь он звучит. Е-е-е. Ну согласитесь, оно стоит того. Итак, далее. Что мы будем здесь делать по строму? То есть по бою тому, что делает ваша правая рука. Для начала, если вы не так опытный в страйминге вашей правой руки, что сыграете? Значит, два раза бас. Бас вниз по аккорду. Это первая часть. А вторая часть два раза вверх. Вверх-верх, бас вниз. То есть бас-бас вниз. Вверх-верх, бас вниз. Бас-бас вниз. Вверх-верх, бас вниз. Можете сделать это по закрытым струнам, чтобы вас не шугал звук, собственно, самого аккорда. И в конце добавим два удара. Вниз и вверх по аккорду. То есть что я имею в виду, когда я говорю по аккорду? То есть в том, что вы сосредотачиваетесь именно на высоких нотах этого аккорда, а не по всему ему лупите. Потому что, видите, это звучит не так благозвучно. Итак, бас-бас вниз. Вверх-верх, бас вниз. Вниз-вверх. Вот что мы добавляем в конце. Расслабляйте вашу правую руку. Не сжимайте медиатор, как будто это последнее, что вас связывает с реальностью. Не забывайте про акценты. Мы делаем на 2 и 4 традиционно. Вот представьте, что у вас такая, как в наковальне играют. Тун-тун-дзинь. Тун-тун-тун-дзинь. Тун-тун-тун-дзинь. Тун-тун-тун-тун-дзинь. И вот эти удары я... Раз-два-три-четыре. Раз-два-три-четыре. Сначала освоите вот эту вот стрампаттен. А потом уже давайте переходить к тому, что у нас есть. Сначала в этот стрампаттен мы добавим вот это вот. То есть мы поднимаем указательный палец. А потом делаем хэмерон по второму ладу третьей струны. Таким вот образом. Это мы можем добавить куда угодно. В конце. Просто пропеваете это. Тун-тун-пан-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Если вы это можете пропеть голосом, сразу вы можете это сыграть. То есть не лезьте сразу это пытаться делать руками, а именно сначала пропойте. Вот вам мой совет. Далее. Мы поговорили про вот эту историю. Как мы добиваемся вот этого звука? Постук, поскольку вы зажимаете вот этими двумя пальцами аккорд Ре-5, у вас остается срамной палец для того, чтобы делать всякие здесь приятные шалости и глупости. И таким образом у нас здесь возникает такая микро-гамма. 3.0 на четвертой струне. 3.0 на пятой струне и 3.0 на струне номер 6. Таким образом. Сам по себе Ре-5 у нас звучит нейтрально, ни мажорно, ни минорно. А когда мы добавляем вот эти вот ноты, мы делаем аккорд, конечно, минорно. Это вообще очень характерно для подобного рода музыки. То есть сам по себе он нейтрален. Добавляя ноты и рюшки, мы делаем его либо мажорным, либо минорным. Потому что если я буду играть... То есть сейчас я использую мажорную гамму, он звучит вот таким образом. Это, возможно, будет тема отдельного ролика. Окей. Если что-то вам здесь непонятно, обязательно пишите в комментах. Мы в следующий раз что-то еще разберем. Тогда, если увидим, что интерес к теме есть. Итак. К этому страм-паттерну... Видите, я добавляю... Третий лад шестой струны. А дайте добавим в том же месте третий лад четвертой струны. Вообще-то та же самая нота, просто на октаву выше. Особым шиком будет, если вы здесь будете делать микробенд, так называемый. Чуть-чуть потяните эту струну. Тоже самое третий лад пятый струн. Вы можете теперь играть все эти штуки. Посочиняйте рифы пока только на вот этом аккорде и на вот этих вот, ну, практически, да, шести нотах. Вот. Ну, привыкнете к этому. Теперь, следующий шаг. Вы можете добавить вот эти шесть ноты. Вот этот хэмерон. Дайте, значит, что-нибудь попроще. Прямо вот так вот добавлять. Видите, я добавляю в основном на даун строк. Хотя, конечно, можно на абстракт добавлять эти ноты тоже. Они будут звучать вместе со всем аккордом. Все будет хорошо и приятно. Итак, займитесь сначала вот этим. То есть у вас вообще, в принципе, уже есть богатая почва для того, чтобы чего-то посочинять. Уже этого достаточно. Естественно, вы это можете и что-то в бодром темп идет. Видите, такое получается село и люди. А мы с вами пойдем дальше. Что ж, друзья, в этом уроке мы играем такой вот dark country, который так же называется alternative country или просто americana. Конечно, в классическом стиле country это... Это в большей степени мажорная музыка, как вы знаете. Если вы хотите обладать этим классическим, безусловно, стилем, а это без сомнения база акустического гитаризма, потому что на этом завязаны практически все рок-фишки, которые мы знаем сегодня. На акустической и на электрической гитаре в частности. Так что, повторюсь, если вы хотите обладать этим стилем, у нас есть всеобъемлющий курс, который называется основы country. И помимо того, что вы разберетесь с базовыми страмами, которые входят в country, и разберетесь с фишками, которые играются в этом стиле, вы поймете структуру музыки, по каким законам она строится, и это все будет максимально доступным и понятным языке. Поэтому, пройдя этот курс, вы сами сможете сочинить сколько угодно песен в country стиле, и сможете аранжировать любую вашу любимую песню в том же самом жанре. Ссылка на наш курс в описании и вот по QR-коду. А мы пойдем с вами дальше. Мы с вами добавим еще некоторые ноты сюда из гаммы натурального минора. Если вы не знакомы с теорией, просто выучите это, надо просто знать, где эти ноты находятся. К нашему третьему ладу добавляется лад номер два. На всех тех же самых трех струнах, на четвертой, на пятой и на шестой. Теперь, просто потыкайте просто в них, послушайте, как они звучат. Вниз я играю, то есть 3, 2, 0, вверх я сыграю. То есть на пятой струне. Просто послушайте их звучание. Таким образом, сначала поиграйте теперь с этими нотами. Теперь, в общем-то, самое сложное, пожалуй, но тем не менее, очень круто звучащее, когда вы добавляете так называемые легатные приемы. И здесь я вам дам даже вот этот рифф именно в табах, чтобы у вас был некий пример. То есть я играю бас, хэмерон и удар вверх. То есть я делаю хэмерон, то есть я играю медиатором вверх по второму ладу, одновременно, да, у меня звучит вот аккорд, и второй лад пятой струны. Хэмерон. Опять аккорд. Вы можете не ставить указательный пальцем, у вас такой будет аккорд. С нотой соль тоже нормально будет. Теперь я играю второй лад и делаю пулов. Как к этой пятой струне. Если вы, говорю, задеваете струны выше пятой, то есть четвертой, третьей, ничего страшного. Это, в общем, в порядке ущелья. Третий лад шестой, и я возвращаюсь в первую долю. Вот ваш лид. Обязательно выучите его. А теперь я все то же самое делаю, только не на пятой струне, а на четвертой. Видите, уже другое звучание, более минорное. Надо сказать, что вот на пятой струне это будет более мажорное всегда звучание, нежели чем на четвертой и на третьей. Вот. Соответственно, пробуйте это все. И так далее. То есть, сначала начинайте просто с боя, потом добавляйте вот этот хэмерон по третьей струне, добавляйте, ну это, минорная пентатоника называется, только третьей лады, добавляйте потом ноты из натурального. Минора, второй лад и третий лад. Вот. Именно в этой последовательности. Если у вас не получается что-то за один вечер, это вообще нормально. Если у вас не получается за три вечера, это тоже нормально, друзья. Просто, если вам нравится эта штука, сидите, курите это, медитируйте, и у вас будет все. Просто беспокойтесь о своих, так называемых, поп-часах. Если вы действительно проведете много времени с этой историей, у вас все начнет получаться. Вот. Потому что логика сейчас, который я часто слышу, я попробовал, у меня не получилось. В топку. Так не работает. Вот. Давайте в конце покажу вам некоторые аккорды, которые здесь будут прекрасно сочетаться. Что, друзья, у нас, как всегда, рубрика «Кодовое слово». Если вы досмотрели этот видеоролик до этого места, нам приятно будет, что вы смотрите то, как играть на гитаре. И сегодня это будет такая цитата, почему-то не вспомнился роман Стивена Кинга, хотя я не самый большой фанат, он называется «Безнаделга». Потому что у нас не самая веселая музыка, но тем не менее. Так что пишите безнадегу в комментарии, и нам будет приятно. Люди, которые зайдут на этот ролик впервые, будут удивляться, что за безнадега такая. А теперь уже под конец хотелось бы показать вам разнообразные аккорды, которые вы тоже можете примешивать в эти свои рифы. Первый аккорд это «Ре-минор-7». Выглядит он так. То есть от этой аппликаторы вы идете сюда. Даже можете открыть первую струну, тогда у вас будет «Ре-минор-7-2». То есть это «Нон-аккорд», как меня часто поправляют в комментариях. Да, друзья, я знаю, это «Нон-аккорд». Все супер. Без терции, правда. Окей. Таким образом... Так что вы можете все те же самые штуки помпомнить с этим аккордом. Далее. Аккорд «Фа» теперь у вас выглядит так, но он был таким образом. У вас все опустилось на шестой струне. Таким, как я сказал, образом у вас нота «Фа» становится здесь. Вот у вас берется аккорд «Фа». Без первой струны. Можно и с первой струны взять, зажав мини-бара указательным пальцем. Но, возможно, это слишком... неудобно для вас. Ну и если вы будете играть без первой струны, все в порядке. Соответственно, если я повышаю все то же самое, у меня будет аккорд «Соль». Или наоборот. И возвращаетесь в вашу гавань. И еще такой вот аккорд «До». Практически тоже с девятой ступени. И теперь возьмем вот такой вот «Соль». Это «Соль» без тоники. Потому что она здесь, да? Это получается «Соль» с басом «Си». Видите, это прекрасно звучит. Или наоборот. Так что, да. Теперь вы понимаете, из чего состоит то самое варево, которое я сыграл в самом начале этого видео. Можете посмотреть его и вдохновляться этими самыми идеями. Ну, я надеюсь, у вас будет получаться много своих интереснейших рифов. Пишите в комментариях, если у вас они, собственно, получаются. Также напомню вам, что экспериментируйте с разным темпом, с разными страмами. И не ограничьте себя вот только таким вот медленным и тягучим кантри. Напоминаю вам про наш курс «Основы кантри». А если вы хотите еще разобрать что-то в этом великом стиле, то вот вам сюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!